Доброго времени суток, дамы и господа! И сегодня поговорим об изменениях профессий, которые нас ждут в обновлении 10.1 Как мы знаем, обновление 10.1 уже имеется на ПТРе Можно все глянуть, можно все посмотреть Но перед этим давайте на ритейле, на текущей версии игры Все абсолютно глянем, что у нас идет на текущий момент в наших замечательных крафтах В наших увлекательных профессиях Например, кузнечное дело Можем делать какой-нибудь нагрудник Можем делать какие-нибудь пояса хорошего ранга И при этом нам требуется искра искусности, изначальный хаос И справа находится усиление Либо по первичному настою изначальному Либо по концентрированному изначальному настою Окошко довольно-таки большое Видим промежуток между полосой навыка и инструментами В 10.1 очень многое переделывают И давайте зайдем туда и уже там все будем смотреть Сразу же видим то, что окно профессии стало меньше Теперь между полосой навыка и инструментами нет большого расстояния И плюсики, которые были справа, они ушли вниз Также нам не нужно тратить изначальный хаос Нам не нужно тратить искру искусности Она не является обязательной при крафте, имеется в виду, да? Но все равно для того, чтобы создать предмет, мы должны закинуть какую-то искорку Без нее он просто не создается Также мы должны закинуть какой-нибудь настой, например Для того, чтобы увеличить этом левел Или же мы закидываем новый реагент Зачарованный гребень змея Или зачарованный гребень аспекта На эту тему я еще сделаю отдельный видосик Насчет тех гребней Но скажу так, что там мы в целом ходим так же ключики Дропаем типа шарики Объединяем их в наложение чар Таким образом мы апгрейдим наши крафты До 447-го итем-левела Механика реально крутая И мне есть о ней что сказать Но не в рамках этого видосика А если мы хотим эту вещицу адаптировать под пвп В плане итем-левела То мы можем вот закинуть трофей или герб Таким образом вещица станет еще и в пвп давать большой этом левел Что довольно таки интересно Также касательно проф хочется сказать Что души остаются так же То есть все равно их придется ловить Но насколько мне известно КД у вдыхателя душ Оно будет снижено Что в целом позволит быстрее крафтить какие-либо пояса и другие предметы Также помимо изменения самих крафтов Компания Blizzard наконец-то позаботилась об описании этих всех веток Если мы откроем например изготовление доспехов Слева нас будет ждать кнопочка обзор Она под вебкой Нажав ее нам пишется что мы получаем Изучая эту специализацию И какие бонусы мы вообще в принципе получаем Аналогичное у изготовления оружия Жму кнопочку обзор И мы можем все абсолютно глянуть Можем все абсолютно посмотреть Особая ковка направленная на слитки На изделия из камня Да, все это прописано И владение молотом Общая ветка Которая также позволяет Увеличить мастерство для всех кузнечных рецептов Все это прописано Все это идет в более удобной форме И любой игрок просто-напросто Быстрее извлечет информацию О какой-либо специализации И решит что ему качать В первый раз там Во второй раз В первую очередь Во вторую очередь И все вот это прочее Мастер гаджетов например Да, можно глянуть все абсолютно Еще и картиночка красивая имеется Что-то еще по-английски Окей Ну, как-то так На текущий момент идет все по профессиям Профессии улучшаются Компания Blizzard занимается профессиями Делаются новые реагенты Улучшается интерфейс этих профессий Они становятся меньше в своем объеме Потому что раздутое окно Но оно реально ни к чему Улучшение в плане Траты реагентов В плане всех этих искорок Гребней Это тоже круто То есть профессии растут И крафтовые предметы Можно будет улучшать дальше Круто, классно В ближайшее время Сделаю подробный видосик По этим гребням И по этом левелу Вообще В целом Всех вам благ Счастья, здоровья Берегите ноги, моете руки Не забывайте о ссылочках в описании До скорого Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!